В качестве примера рассмотрим детали с курса инженерной графики Машиностроительного института. Построение детали происходит в обычной среде программы. Зададим ESKD детали. Первоначально внедрим в нашу деталь эскиз, на базе которого мы все это будем делать. Переходим на вкладку «Сервис». Указываем расположение нашего эскиза. Подтверждаем операцию. Начинаем построение детали. Применим команду «Круговое выдавливание» на вкладке «Главное». Выберем плоскость построения эскиза. Встроим профиль эскиза при помощи команд «Окружность» по центру и «Отрезок». Произведем сопряжение отрезков при помощи команды «Касание». Удлиним в случае необходимости отрезки и лишние части уберем. Проставим размеры при помощи команды «Умный размер». Для проверки полного определения эскиза используем команду «Цвет состояния профиля» на вкладке «Измерения». Укажем ось построения, выходим из «Редактирования». Выбираем «Круговое выдавливание» на 360 градусов. Переходим ко второй операции. Используем команду «Выдавливание». Выберем поверхность, на которой будет находиться эскиз. Переходим в режим эскиза и строим его при помощи команды «Прямоугольник» по двум точкам. Делаем привязку к грани эскиза относительно центра детали команды «Соединить». Проставляем размеры Выходим из «Редактирования эскиза». Указываем направление выдавливания и размер. Аналогично строим второй выступ командой «Выдавливание». Основное отличие При создании эскиза применим команду «Прямоугольник» по центру и команду «Проецировать в эскиз». Данная операция позволяет спроецировать детали элементов «Новый эскиз», если они располагаются в той же плоскости. Выходим из «Редактирования эскиза». Указываем направление и размер выдавливания. Создадим отверстие. Отверстие создаем при помощи команды «Отверстие». В параметрах выставляем нужный нам диаметр отверстия. И глубину. Размещаем отверстие на нужной нам плоскости. Проставляем размеры. Второе отверстие отзеркалим при помощи команды «Зеркально отразить». Для этого выделяем наше отверстие, выбираем команду «Зеркально отразить» и выбираем ось, относительно которой происходит операция. Подтверждаем операцию. Отверстие создано. Следующее. Создадим квадратный вырез. Командой «Вырез». Выберем плоскость, проходящую через центр детали. Командой «Прямоугольник по центру» создадим эскиз. Используем команду «Равенство» для приравнивания сторон прямоугольника между собой. Проставляем размеры. Выходим из редактирования эскиза. На панели «Инструменты» укажем команду «Вырез симметрии». Создание равномерного выреза в обе стороны. Подтверждаем операцию. Следующая операция. Вырез под отверстиями. Выберем. Команду «Вырез». Выберем плоскость. И создадим эскиз при помощи команды «Окружность по центру». Отрезок. И проецировать в эскиз. Произведем сопряжение отрезков между собой. Лишние элементы эскиза удалим при помощи команды «Отсечь». Проставим размеры. Выйдем из редактирования эскиза. Выберем направление выдавливания и глубину. Второй вырез. Создадим при помощи «Зеркально отразить». Укажем вырез. Подтвердим его. Выберем ось, относительно которой будет происходить зеркальная. Вырез создан. Выполнили внутренний вырез при помощи команды «Круговой вырез». Выберем команду «Круговой вырез». Выберем плоскость, на которой будет создан эскиз. Строим профиль эскиза при помощи команды «Окружность» по центру «Отрезок». Осуществим сопряжение отрезков при помощи команды «Касание». Проставим размеры. Укажем ось вращения. Выйдем из редактирования эскиза. Произведем круговое вырезание на 360 градусов. Следующая операция. Вырез. Выберем грань, на которой будет располагаться эскиз. Сам эскиз строим при помощи команды «Эквейдистанта», которая позволяет создать элемент параллельный существующему с необходимым смещением. Например, «Эквейдистанта» равна 5 мм. Также применим команду «Проекцировать в эскиз» и удлиним для пересечения необходимых отрезков. Лишние грани удалим при помощи команды «Отсечь». Выходим из редактирования эскиза. Указываем направление выреза и глубину. Последний элемент детали осуществим командой «Стенка». Данная операция находится в группе под операцией «Тонкостенное тело». Указываем плоскость построения эскиза. Переходим в редактирование эскиза. Строим отрезок. Расставим его размеры. Выходим из редактирования эскиза. Указываем ширину, стенки, а также направление выдавливания. Деталь завершена.